А теперь начинается блок, посвященный упражнениям, которые можно делать сидя. И одно из важных упражнений, которое посвящено работе задней большинствовой мышцы. Можно много где встретить его и использовать все, но как раз как одно из основополагающих для тех, у кого есть слоская стопия. Исходная позиция сидя ровно, колени под 90 градусов. Дальше начинается самое интересное. Движение стопой идет по траектории вокруг пятки и двигается мысль стопы. При этом пятка бока не двигается, а только вращается вокруг оси. Колено не смещается вправо и влево. Получается, что движение идет изолированно только в переднем отделе стопы. Она вращается целиком. Но важно, что колено не двигается. И пятка стоит тоже на одном месте, вокруг нее просто идет вращение. Для начала можно делать это без затягощения. То есть просто научиться делать вот это движение. Как видно, амплитуда достаточно выраженная. То есть здесь примерно 90 градусов общая протяженность движения. Можно двигать по полу, если вы, например, в носках. Либо слегка приподнимать стопу. Главное ее не задирать. Вот этого движения не должно быть. Это неправильно. Мы вдоль пола аккуратно проводим на протяжении всего упражнения. Тоже раз в осень можно повторить. Как модификация, когда уже получается провести это упражнение, можно сделать его с затягощением. Для этого у нас такая конструкция. Мы используем нашу как противовес. И это резинка. Спортивный снаряд, который мы цепляем в передний отдел стопы. Доходим до слегка натянутого состояния. Резинки выбираются разной плотности. Выбирайте для себя ту, которая подходит. Нужно начинать с самых таких легких. То есть задача не столько выраженно нагрузить мышцу, сколько, в общем-то, почувствовать ее. То есть включить ее в работу. Опять-таки, чуть натянутое состояние. Сходная позиция. Толена фиксирована. Я могу его подержать двумя руками, чтобы наверняка не двигать его лишний раз. И движение происходит вокруг пятки. Ну, это уже довольно тяжело. Опять-таки, очень важно, чтобы не подмахивать колено, не смещать пятку. Это именно вращение. Ничего больше. Стопу я не задираю. Просто слегка приподнимаем поверхностью, чтобы она лучше скользила вдоль пола. Вот таких вот тоже восемь повторений. Можно сделать несколько подходов. Следующее упражнение, которое можно делать сидя, оно нацелено на развитие ловкости пальцев. И в том числе для того, чтобы научиться собирать поперечный свод. Это очень полезная тема, особенно у кого есть предположенность с возникновения косточек на ногах. Вот сейчас мы с Машей покажем, как это можно делать. Для этого очень удобно взять какую-то ткань, ну, как плед, например, или полотенце. Положить его на более-менее гладкий пол, чтобы он скользил. И пальцем мы его подгребаем под себя. Можно даже попробовать посоревноваться, у кого быстрее получается. Не получается быстрее? У меня тоже. Правый получит, а левый похуже. По-разному можно перебирать, подкатывать, их по-разному сминать. В общем, как угодно он обыгрывает. Ну, вот, что значит спортсмен. Видишь, даже здесь первое место. Ну, что ж, это очень хорошее упражнение для того, чтобы разрабатывать короткие мышцы стопы, угибатели. В том числе оно является одним из основополагающих для тех, у кого есть поперечная плоскостопия. Еще очень ценное упражнение для поперечного свода это так называемый пригоршик. То есть наша задача на стопе пальчики собрать так вот лодочкой, при этом оставив пальцы ровными. Вот так. То есть получается, да, мы их не подгибаем коготочками, а стараемся удержать ровными. Ну, так не получается. Расслабься. Вот, 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 вот. Расслабь. Вот, вот. Попробуй удержать. Видите, не получается. Нет. Ну, это вопрос научения. Не обязательно будет получаться сразу, с первого раза. Ну, оно очень важно, потому что, в отличие от предыдущих упражнений, где мы разрабатываем, как общую ловкость, там много упражнений, это, она действует на длинные сгибатели, потому что именно они делают такие картистые пальцы. Но также нам очень важны именно короткие межкостные мышцы. Они будут формировать в первую очередь как раз поперечный свод. Вот это упражнение для него. Ну, ничего, потренируйтесь, и все точно будет получаться. Еще мы можем собирать предметы, как бы, с пола. Ну, на нашем случае это тоже ткань. И если мы ее в первом упражнении закатывали, то здесь мы ее подхватываем и прям можем оторвать, бороться. И это очень здорово. Особенно с детьми, кто сильнее, кажется, в своем захвате ногами. Такой адский захват ногами. Да. В общем, побеждает дружба. Если не ткань, то можно брать какие-то мелкие предметы. Киндеры, сюрпризы маленькие. Любые маленькие игрушки, лего, не знаю, что угодно. Собирать, перекладывать. Да, детских игрушек для этого очень хорошо подходит. Особенно если убираться. Лене, а много набросанных детских игрушек, берешь их и вот так вот перекладываешь, куда надо. Очень удобно. А сейчас я покажу вам упражнения, которые прицельно созданы для определенных мышц стопы и очень хорошо помогают при отдельных состояниях. И первое из них, тем не менее, более не специфическое. Это пальцы максимально вверх и буквы Г. Как и в некоторых предыдущих упражнениях, это вопрос именно координации. То есть смысл в том, что в принципе все подвижно, все работает нормально, эти мышцы есть, но по какой-то причине они забыли, как это делать. Все пальцы так умеют, а большой нет. У меня, например, на левой стопе очень хорошо выходит, она прям собранная, а на правой стопе вещь в пальце расходится. Но если я немножко разомну это дело, вот, то, видишь, она собирается обратно. Вот, раз, собралась. Опять-таки делается это несколько повторений. Сжали, зафиксировали пару секунд, расслабили. Это максимально напряженная позиция для стопы. То есть в ней своды все напряжены, подняты. Здесь очень хорошая арка. И точно так же напряжен передний отдел, перечный свод. То есть получается, что вся стопа, она максимально сжата, как кулак. То есть в принципе это тренирует сразу все мышцы, которые могут быть задействованы. Следующее упражнение, которое очень важно в ходьбе, это большой палец в бок. Стопа стоит ровно на полу, в расслабленном состоянии, и мы двигаем только большой палец. Раз, раз, очень легко, двигаем, двигаем, много раз. Не очень легко, я немного двигаю. Отлично у тебя все равно получается, очень хорошо, молодец. Иногда в самом начале можно помогать немножко руками. То есть отвели, чуть-чуть зафиксировали. Постараемся удержать его в этом положении. Потом расслабили и обратно. Вот. Направо ноге уже кое-что уходит. Еще раз вместе. Оп, поехали. Вот. Отлично. Это очень важное упражнение. Если оно получается, то в принципе вы в какой-то степени затракованы в образовании косточек на ногах. Потому что оказывается есть специальная мышца, которая отводит большой палец в бок. И таким образом она, естественно, предотвращает развитие этого состояния. Ну, естественно, надо сказать, что они получаются не сразу. И вот мы сейчас на Маше видим, что уже после нескольких повторений вот право начало немножко поддаваться. Это очень хорошо. Потому что у меня прошло на то, чтобы оно получалось где-то недели три. Каждые дни занятия. Поэтому если у вас получится раньше, это очень хорошо. Еще одно упражнение, которое специально созданно для тех, у кого парадольная плоская стойка. Стопу ставим немного на бок. И ошипляем поворот передним отделом стопы. При этом стараемся следить, чтобы пятка не поворачивалась кнутри и не подмахивала колено. Вот Маша получается довольно хорошо. Но у меня не закручивается туда. То есть причиняем того, что передний отдел стопы не двигается. Поэтому мы ей поможем. Движение происходит вот тут. Давай вместе. Что нужно? Подмахиваю колено. Чуть полегче. Мышцы у нее очень сильные. Поэтому даже я не могу их провернуть. Поэтому мы попросим чуть расслабиться. Вот. И тогда движение уже кое-что получается. То есть получается поворот именно вот он. Вот он. Сейчас хорошо видно, что двигается. Я прямо чувствую, как там кости ходят. Да. И на передний отдел стопы. Вот. Очень хорошо. У тебя отлично получается. Молодец. Ну как было. Я это делаю не сама. В принципе, если она начнет получаться, то тогда это очень существенно поменять ситуацию. Это как раз ответ на тот вопрос, когда люди спрашивают, можно ли увеличить плоскостопие. Оказывается, есть некоторые специальные мышцы, которые, если находятся в хорошем тонусе, и на тренированной, они будут держать стопу в правильное положение достаточно продолжительное время. То есть многие годы. Продолжение следует...